Напоминаю нашим зрителям, что будьте готовы ко всему, что угодно. На всякий случай подключите себе VPN или попросите кого-нибудь, чтобы вам это сделали. Это касается тех зрителей, которые смотрят антитопор на территории России, потому что мы не знаем, чего будет завтра, останется ли YouTube или нет. Хотелось бы, чтобы мои зрители оставались со мной. Так что задумайтесь о VPN. Также подключитесь на Routube. Подпишитесь, вернее. Ссылка на Routube антитопор, где будут собираться мои выпуски, дублироваться тоже. И ссылка на Routube антитопор находится под этим самым выпуском. Внимательно посмотрите. Ну и еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что календарь вокруг света армянского еще есть. Вы можете его заказать. Ссылочка, как это сделать, тоже под этим самым выпуском. Там написано «заказать календарь». И ссылка, значит, на это самое анкетирование. Вот этот календарь вокруг света армянского на 2022 год. И хочу вам показать, кто еще не знает и не приобрел здесь на каждый день по месяцам те или иные даты из истории культуры Армении, армянской диаспоры. Что, где, когда-либо произошло, в какой день и в каком году. Поэтому это будет замечательный такой справочник для вас. Или если вы хотите приобрести кому-либо это в подарок. Календарь выходит с 2019 года. За все эти года можно календарь собрать, подшить. И будет у вас вот такущая энциклопедия вокруг света армянского. Можете начать с 2022 года, ничего страшного. Ну, а теперь перейдем, значит, непосредственно к выпуску. Тем более, что я постоянно слышу о том, что мы боремся с нацизмом, фашизмом и прочим измом. Если так, то такую борьбу только приветствовать нужно. Ну, а что же здесь плохого? И если это так, то Россия себе памятник воздвигла нерукотворный. Так как стала достаточно такой уникальной, я бы сказал, страной, которая борется против нацизма. Вопрос только в другом. Получается, какой-то выборочный нацизм, господа, вам так не кажется? Ну, такой какой-то он точечный, я бы даже сказал. Почему на нацизм одной страны мы не обращаем внимания, а в некотором смысле даже союзнические договоры с ними подписываем, а другим нацистам все позволительно, третьим вообще ничего не позволительно, четвертым даже идем с войной. Ну, как-то это, ну, не укладывайте. Не укладывается. Давайте все-таки мы разберем, что происходит. На карте мира есть страна, которая охоча за головами, и, собственно, поэтому и мой канал Антитопор, так и называется Антитопор. Эта страна не щадит ни стариков, эта страна не щадит ни детей, ни храмы древние. Эта страна применяет во время войны кассетные бомбы, а также фосфорные атаки проводит, из-за чего горят леса и животные. Эта страна перекрыла газ недавно армянскому населению Арцаха, чтобы выкурить это население оттуда. Эта страна учинила погромы в Сумгаите и Баку в 1988-1989 годах. Эта страна называется Азербайджан. И сегодня, когда Россия занята на украинском фронте, на украинском направлении, Азербайджан пытается, продолжает, вернее, свою попытку выкурить армянское население, даже несмотря на то, что в Арцахе нынче расположены российские миротворцы. То есть там страдают не только мирные жители, но и сами российские граждане. Те самые миротворцы. К тому же, если сам термин, я бы здесь хотел бы заметить, Азербайджан для Закавказья был придуман в 1918 году для новой демократической республики. Он был придуман не просто так, с фонаря. Вот увидели на юге Аракса, или, скажем так, северная провинция Ирана, которая исторически называлась Азербайджан, но за пределы Аракса к северу никогда не выходил. И вот нацистский преступник и соратник Гитлера, Мамед Эмин Арасул Заде, взял это название, да и назвал, дал Демократической Республике в 1918 году название Азербайджанская Демократическая Республика. То есть сам топоним Азербайджан в Закавказье был придуман и назван нацистским преступником. Видимо, в этом и кроется, впрочем, нацизм в современном уже Азербайджане и до этого тоже. Из многочисленных томов всемирной истории и истории России нам известно, что первые контакты представителей немецких спецслужб с лидерами азербайджанской эмиграции были установлены перед началом войны для удара по Кавказу. Диверсанты проходили обучение для действий в Азербайджане и Туркмении. Агентурой Канариса был завербован руководитель Национальной Азербайджанской партии Мусават Эмин Расул Заде. Да-да, тот самый, который дал Закавказской Республике топоним Азербайджан. Одним из первых восточных формирований вермахта, где служили азербайджанские добровольцы-эмигранты, был Кавказский батальон специального назначения «Бергман» – «Горец». Третья рота батальона была укомплектована азербайджанцами и вела боевые действия в предгорьях Кавказа у станицы Ищерская. Вторая азербайджанская рота батальона была сформирована непосредственно на фронте из местных добровольцев. Позже на территории, оккупированной немцами Польши, было сформировано 8 азербайджанских батальонов. В начале февраля 1943 года 804 батальон под командованием майора Фатали Бейли Дуденгинского отличился в боях в районе станицы Старокорсунская на Кубанском предмостном укреплении. Здесь азербайджанцы нанесли существенный урон советским 40-й и 119-й стрелковым бригадам 153-й стрелковой дивизии. Позднее за боевые отличия на Кубане 804 батальон получил название «Аслан» – «Лев». В 1943 году 807 батальон нес службу на территории Брянщины, 804-й «Аслан» и 806-й «Эгит» в Крыму. Фатали Бейли и Расул Заде отличались только в том, что первый исполнял приказы нацистов, а второй был штабной крысой вермахта. Особо они отличились на Кубане, когда сожгли станицу Старокорсунская с ее мирными жителями. А больных в госпитале Старокорсунской вывешивали вверх ногами с окон. Вскоре Фатали Бейли вместе с немецким офицером Глогером возглавил 1-й азербайджанский батальон номер 804, который с сентября 1942 года действовал на Кавказском фронте в составе 17-й армии группы армий А. Батальон участвовал в 800 километрах по маршруту от Таганрога до Псибайской, что в Адыгее. При отступлении батальон дошел до Кубани и занял станицу Старокорсунская, где я сейчас и нахожусь. Их заселили. Комендатура располагалась на территории бывшей школы. Сейчас это школа 86-я, а была в свое время 19-й на ее территории. Там же они, в общем-то, показательные такие казни устраивали. И даже вот здесь, на здании бывшей нашей больницы, тоже это очень старинное здание. Ну и раз, представляете, для станицы это центральное место, вот этот парк, он же и в то время существовал как центр станицы. Показательно вывешивались казненные люди, которые, ну, как бы, помогали партизанам. Или, как бы, представлены были как вообще партизанам. Это просто были жители станицы, да? Да, это были жители станицы. Прямо вот с балкона. Если вы посмотрите, выйдите на поликлинику, там балкон, и прям с него, как бы, вот, висели повешенные вот эти вот люди. Конечно, можно списать все это на тех, на чьей совести все это происходило. Если бы не то обстоятельство, что в современном Азербайджане вполне себе почитают своих нацистских приспешников посмертно. Одно время на национальных монатах изображали Расул Заде. Выпускались марки с его изображением. Открывались памятники и памятные доски. Они и сейчас есть в этой стране. А Фатали Бейли издаются книги, свободно продаются в книжных магазинах, рассказываются о нем всяческие героические, в кавычках, подвиги, истории в школах. Хотя он был дезертиром советской армии, переветнувшейся на сторону немцев. Более того, в Азербайджане живут и получают пенсии нацистские преступники Второй мировой. Кто-то уже умер за это время. В советские годы они жили в Турции. Когда Азербайджан стал независимой страной, они перебрались на родину. О них даже снимаются фильмы, рассказываются их подвиги. Повествуется, как солдаты азербайджанского вермахта принимали участие на конференциях в Берлине, как их мул там принимали и так далее и тому подобное. Вот почему среди азербайджанцев меньше всего героев Великой Отечественной войны. Причем меньше в два раза, чем у тех же армян или грузин. И вот почему среди азербайджанцев в израильском Ядвашене нет ни одного праведника мира. Между тем, как среди армян 24, среди грузин 1, среди азербайджанцев, как я уже говорил, 0. Мы защитили их от братского народа немца. Немцы мои братья. Нельзя немца фашистом назвать. И кто немца фашистом назвает? Будь проклятый этот народ. Немцы наши братья. Если бы мы защитили бы немца, мы сейчас в золоте жили бы. Так же вы. Они фашисты. Они грязные свиньи. Они неблагодарные свиньи. Я сам 22 года здесь живу. Я вашу Россию. Так что Владимир Владимирович Путин. Фашизм на юге. За рекой Самур. Но проблема в том, что Ильхам Алиев хитрый лис. Применяя восточную хитрожопость, умеет всеми выступающими органами своей головы подлизывать и подтереть пятую точку кому угодно. И пока ему это сходит с рук почему-то, я не знаю почему, он все продолжает и продолжает наглеть. У Украины нет турецкого брата. У Азербайджана есть. Может, в этом причина? Почему Баку все дозволено? Между тем Арцах был и остается пророссийским и постоянно надеется на Русь. Свои предали в Ереване. А на Москву вся надежда. В отличие от Абхазии, Южной Осетии, Донбасса, Крыма, Арцах, он же Карабах, первый с 1988 года борется за свое существование. Одерживал победы и поражения. И все ради того, чтобы не быть в одном доме с фашистами и не называться Азербайджаном. Названием, придуманным фашистом Расул Заде. А если кто-то из зрителей после просмотра упомянет НЖД, милости прошу посмотреть выпуск о нем под названием «Как это было». Этот выпуск на моем канале «Антитопор». Фашистующие элементы в Азербайджане рассказываются и прививаются со школьной скамьи. Да что там со школьной скамьи? Я бы сказал бы с детских садов. Если посмотреть в те же социальные сети, YouTube и погуглить, вы увидите кучу разных видосов, где азербайджанцы сами выкладывают, заливают, как они учат своих детей и в школах, и в семьях настраивают их против армян. Фашистующими элементами являются ряд азербайджанцев, которые проживают в Азербайджане, в других странах, и рвут буквально все, что касается Великой Отечественной войны. Они, я имею в виду, рвут какими-то текстами, цитатами. И не очень-то относятся они к этому всему. Вон, пожалуйста, вышел в эфир один из азербайджанских блогеров, который проживает нынче в Дании, высмаркивается тот же российский флаг в Георгиевскую ленту и кроет матом все российское, все русское и все, что касается Второй мировой войны. Да их куча всего. Я только не могу понять, почему на все это не обращается внимание. Почему после всего этого мы подписываем какие-то союзнические договора со страной с такой же точно фашистским элементом. С таким же, вернее, фашистским элементом. С таким же, как и во Второй мировой войне было. Почему? Ради чего? Вот этого мне непонятно. Может быть, вам понятно?